Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт на автоограбление для Jailbreak. Для этого нам как всегда потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него как всегда будет в описании. Значит первым делом сразу скажу то, что скрипт работает только через DLL от Krnl. Если у вас стоит DLL VR Devs, то переключите на Krnl через настройки. Вот как только что я сделал. Все. Далее нажимаем на кнопочку Inject. Ждем пока мы с вами заинжектимся. Сразу скажу, кто не знал, Krnl DLL работает от ключа. То есть у вас появится окошко. Сейчас вам покажу какое. Иногда, кстати, может с первого раза не инжектиться, как видите. Это значит, нужно либо диспетчер задачи открыть, либо же перезайти в игру. В принципе, ничего страшного в этом нет. Так, давайте попробуем снять задачу. Так, все сняли. Отлично. И заново нажимаем Inject. Все, как видите, сейчас сработало. Появилось окошко, но оно у меня пропало, потому что я уже ключ получил. Короче, в этом окошке копируете ссылку. Далее открываете браузер и в поисковую строку пишите эту ссылку. Вас перекидывает на сайт, просит подождать 5 секунд, вы проходите капчу. И так нужно сделать около 5 раз. После этого у вас появится ключ. Вы его копируете, вставляете вот в это окошко и нажимаете Enter. И после этого чит у вас инжектится. Далее сюда вставляем скрипт из описания и нажимаем кнопочку Exclude. Так, все, вот он появился. Отлично. Ну, в принципе, давайте начнем. Заходим в Afterrop. В принципе, работает он на все ограбления. Также есть вкладка Store Status. Вы можете смотреть, что здесь вы можете ограбить. Включаем и ждем. Как видите, скрипт уже начал работать. Сейчас нужно подождать и он будет грабить. Как видите, я уже лечу в воздухе. Так, все. Я, получается, покинул тюрьму. Отлично. Ждем. В принципе, не быстро это, конечно, происходит. Но самое главное то, что это работает. Также, кстати, здесь пишется, сколько вы заработали монет и за какое время. Почти в самом конце. Ну, короче, в самом конце получается это время, которое вы потратили после включения функции Afterroba. И далее, выше указано, сколько монет вы получили за ограблением. Так, получается, я сейчас буду грабить джеверли. Не помню, как это переводится. Вроде бы как ювелирное, если не ошибаюсь. И, как видите, начинаем потихонечку грабить. Деньги прибавляются. Давайте сразу покажу, сколько у меня сейчас есть. 140 тысяч. Ну, округлим. Все отлично. И сейчас посмотрим, прибавятся деньги или нет. Также покажу сейчас еще некоторые функции здесь. В принципе, их немного. Но они тоже работают. Так, все получается. Мы уже все витрины ограбили, которые могли. Как видите, мы даже пролетаем сквозь лазеры. И нам дамаг даже не наносится. Отлично. Так, сейчас мы, получается, покидаем здание. И после этого получим свои заветные 2,5 тысячи денег. Все. Отлично. Смотрим, сколько у меня сейчас денег. И, как видите, да, они прибавились. Отлично. И также здесь я написал в самом скрипте, сколько я уже украл денег. Также, сразу же после этого, как видите, началось другое ограбление. Кстати, не знаю, что это за ограбление. Потому что давно, в принципе, не играл режим. Тут довольно много всего нового вышло. И сколько я получу? 6,5 получается. Ага, меньше даже чуть-чуть. Потому что деньги, как видите, убывают у меня постепенно. Хотя бы 6 тысяч, я думаю, получу. Или нет? Ну, по идее, должен. Ну, почти. Все. Сейчас, получается, нас кидает на спаун, куда мы должны приехать. И получаем свои заветные денежки. 5700. В принципе, нехило, я думаю. Довольно большая сумма. Вот. И вот таким образом можно спокойно включить этот чит. Уйти, не знаю, куда-нибудь гулять, там покушать. Или делами заняться. И за вас он автоматически будет грабить все, что доступно. Сейчас, получается, пишет то, что я возвращаюсь к банку. И у меня начинает грабить банк. В принципе, давайте сейчас банк ограбим. И я вам покажу еще функции, какие здесь есть в этом чите. Так. И почему-то банк у меня не получилось ограбить. Было написано то, что, по-моему, приближается полиция. И, короче, да. Здесь еще такая фигня, то, что если, допустим, полицейский заходит в то здание, в котором вы находитесь, то скрипт автоматически вас начинает возвращать обратно. Это сделано для того, чтобы, получается, вас полицейский не убил, и вы не потеряли заработанные деньги. Сейчас мы, получается, ограбляем пирамиду, наверное, какую-то. Не знаю даже, как она называется. Давайте посмотрим. Ну, тут по названиям, конечно, не пойму, что это. Но это точно не музей. Скорее всего, что-то другое. Ну, ладно. Так, здесь, как видите, я подобрал кристалл. Потолок опускается, кстати. Но меня, по идее, не должно прищемить. Вроде бы как. Может быть и прищемит. Написано то, что ищет дверь для выхода. Так, ну, смотрите. Меня, вроде бы как, относительно прищемило, но я не умираю. Открылась вот дверь, как видите. Все, отлично. И мы, получается, покидаем успешно с кристаллом это место. Сейчас я знаю то, что очень долго мы будем ехать. В принципе, заранее можно его уже выключить. Также, когда вы выключаете эту функцию автороп, вас, в принципе, никуда обратно не перекидывает, не убивает. Вы просто, получается, завершаете ограбление. И после этого у вас автоограбление больше работать не будет, пока вы заново функцию не включите. Также параметры обновились. Сколько монет получил. Функцию автороп. У вас будут обновляться монеты и время, за которое, получается, вы их заработали. 7000 дали. В принципе, довольно много. Так, сейчас лечу. Ждем, пока я приземлюсь. Буквально где-то в течение минуты. В принципе, зайдем пока в Music. Так, все отлично. Выпрыгиваем из машины. Здесь есть кнопочка автопул. Музей левера. Левер. Не знаю, что это означает. В принципе, это можно тоже включить. И автокалл плейн. Это, скорее всего, автополет на плейне. Не помню, как это переводится. Но я знаю, что это такое. Так, давайте спрыгнем. Там уже перестрелка какая-то идет. Окей. Также здесь можно указать, сколько максимум аэродропа вы можете, получается, поднять. Вроде бы как. Телепорт карспид. Это, кстати, если вы, получается, поставите на ползунок, допустим, на 15, вы будете быстрее телепортироваться в машины. Также бег. Как видите, 65 стоит. Давайте сделаем на 80. Буду я быстрее бегать. Ну, слушайте, пока, в принципе, разницы не вижу. Возможно, не работают функции или работают как-то по-другому. Ну, ладно, в принципе, не суть. Так. Здесь вот две функции осталось. Не знаю даже, как их правильно прочитать, как они переводятся. В принципе, я думаю, сами проверить сможете. Sense Save. Это сохранялка вроде бы какая-то. Также здесь ник какой-то нужно писать. Тоже не знаю, что это такое. Ну, и давайте тогда сделаем Reset, чтобы появиться в тюрьме. И если там сейчас в тюрьме есть полицейские, то мы их сможем с вами убить через АИМ. Конечно, функция называется не АИМ, а Kill Aura. Сейчас меня освободят с клетки. Мы выйдем, и я покажу, в принципе, как она работает. Самое главное, чтобы полицейские были здесь. Находились, то есть на своем участке полицейском. Так, выбегаем. И сейчас будем искать, есть они здесь или нет. Да, есть один полицейский. Отлично. Включаем эту функцию. Как видите. Я даже, по-моему, сам не стреляю. Да. Получается, убийство также происходит автоматически. То есть, вам сразу выдается пистолет, и он автоматически стреляет по полицейским, которые находятся рядом с вами. Если полицейский далеко от вас, то, естественно, вы попасть по нему и убить его, к сожалению, не сможете. Так, ну все, в принципе. Был один, получается, только полицейский. И больше пока никого нет. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Аизбан. Всем удачи и пока.